Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. С вами Любовь. В этом видео я поговорю о формировании фиалок. Выращивая фиалки, мы стремимся не только получить их красивое цветение, но и сформировать красивые розетки. В этом видео я расскажу, когда я формирую свои фиалочки и покажу это на конкретных примерах. Но сначала хочу показать вам фиалочки, розетки которых меня устраивают. Первая фиалочка вот эта, это РС изумрудный берег. На данном этапе мне ее розетка нравится. Я ее пересаживала в мае, сейчас ее бы не надо еще пока пересаживать, но она зацветает опять, свела уже в этом году и вот вы можете видеть у нее снова бутончики. Поэтому я ее все-таки пересажу в ближайшее время, ну и возможно при пересадке все-таки придерусь каким-нибудь листочком мы их удалю. Но в принципе розетка хорошая здесь. Вот эта фиалочка пиратское сокровище, моя красавица. Она цветет не переставая с февраля месяца. Одни цветочки вянут, потом снова бутоны появляются, я ее никак не могу пересадить. Розетка ее тоже, на мой взгляд, вполне приличная, но когда она цветет, несколько нижних листочков все равно я конечно буду удалять. Ну а сейчас покажу вам фиалочки, у которых я сформирую розеточки, которые нуждаются в формировании. Вот перед вами молодые фиалочки. Вот эта фиалочка недавно отделена от листочка, я ее долго не отделяла, в августе была отделена. Это сорт АВ махровая петуния. Когда я отделяю деток от листочка, я не формирую сразу розетки. Ну а потом, когда детка немножко адаптируется, укоренится уже в новом стаканчике, я при поливе обычно замечаю, если что какие-то листочки меня не устраивают, не устраивают, потому что нарушают форму розетки, я их удаляю. Ну вот давайте у этой фиалочки удалим несколько листочков. Ну вот эти вот, во-первых, листочки нижние, которые светленькие, совсем молоденькие, вот мы их удаляем. Просто я поворачиваю листочек в сторону, и он удаляется. Вот этот совсем молоденький листик внизу, его тоже надо удалить. И вот эти вот два нижних листочка, совсем маленькие, ювенильные, я их удаляю. Ну и, наверное, удалю еще вот этот листик, и вот этот листочек. В дальнейшем я буду смотреть еще на розетку, конечно, и если меня будет не устраивать форма, я буду еще удалять листочки. Следующая фиалочка пересаживалась в сентябре. Это кубанская казачка. Это уже не детка, которая отделялась от листочка, но это молодая еще розеточка, и здесь меня ее тоже форма не совсем устраивает. Сегодня я нечаянно один листочек вот этот отломила, я его тем более удаляю. Ну, посмотрим на форму этой фиалочки. Вот этот листочек находится под листочком другим, верхним, поэтому я его удалю. И вот этот листик, он прячется под верхний листочек, тоже его удаляем. Ну и можно удалить вот этот листик, я считаю. Пока я оставлю такую розеточку, а в дальнейшем опять же буду смотреть, возможно, еще удалю несколько листиков. Сразу я не удаляю все листочки, я считаю, что это не очень хорошо для фиалки. Посмотрим следующую розеточку. Вот эта молодая фиалочка, это прекрасная креолка. Я ее пересаживала 15 августа, но здесь вот много мелких листочков тоже внизу, поэтому мы опять же их удалим. Вот этот вот листик молодой удаляем, вот этот листочек удалять очень просто, как я сказала. Поворачиваю листик в сторону, и он удаляется. Иногда, если не получается, я пользуюсь вот этим инструментом для удаления кутикулы. И листочек у самого основания немножко им поддеваю. Вот этот листочек, он тоже и более светлый, и маленький, тоже его удалим. Здесь вот у меня остался кусочек черенка, я его удаляю. Ну вот, получилась такая розеточка. Но я думаю, еще можно удалить вот этот листик, он маленький, или пока не удалять. Наверное, пока я эту фиалочку оставлю так. Опять же, повторюсь, в дальнейшем я смотрю еще, как формируется розетка, и уже провожу коррекцию формы, так сказать. Следующая фиалочка. Спорт. Феи. Феи спорт, правильнее скажем. Я ей дала процвести, потому что хотела ее продавать, но покупателя не нашлось. Сейчас у нее последний цветочек, который уже вянет. Я его удалю, этот цветонос. Тоже таким же способом, поворачиваем в сторону, иногда ногтем помогаю. И посмотрим на форму этой фиалочки. Пересаживала я ее в марте. Ее надо пересаживать. И вот если предыдущие фиалочки, у которых я удаляла листики, я пока не буду пересаживать, то эту надо будет пересадить. Вот этот листочек у нее как бы выбивается из формы, поэтому я его удалю. Сегодня я пересадку показывать не буду, потому что это отдельная тема видео. Но фиалочку, повторюсь, эту я буду пересаживать. В дальнейшем я еще удалю здесь некоторые листочки, буду смотреть на ее форму. Листочки, которые мы удаляем, можно, конечно, если они хорошие, укоренять. Вот этот листик феи замечательный, его можно укоренить. Но у меня сейчас так много деток, фиалочек, места категорически не хватает, поэтому мне придется с ним расстаться, с этим листочком. Также вот хочу показать вам вот эту фиалочку. Здесь замечательная розетка, забыла ее показать. Это прекрасная креолка, пересаживалась она в мае. Опять же, она на бутонах, надо бы ее пересадить, но розетка здесь хорошая, нравится мне ее и размер, и форма, очень симметричная, поэтому я ее трогать пока не буду. Ну, давайте теперь посмотрим взрослые фиалочки, которые надо сформировать. Вот эта фиалочка, это рубин в изумруде, она пересаживалась в феврале, цвела. Сейчас вот опять зацветает, вот можно видеть бутончик. И, конечно, она меня не устраивает, во-первых, потому что она очень большая, и мне не нравится немножко ее форма, поэтому я некоторые листочки удалю. И это будет полезно ей для цветения, потому что будут молодые листочки расти, и больше будет цветоносов. Удалю вот этот листик. Здесь вот мне приходится помогать себе ногтем. Посмотрим, что можно здесь еще удалить. Вот эти я фиалочки подвину, чтобы они не мешали нам. Розетка, в принципе, не такая уж и плохая, но все-таки я решила некоторые листочки удалить. Обычно, конечно, я это делаю при пересадке. Как я сказала, я эту фиалочку буду пересаживать в ближайшие дни. Но пересадку показывать не хочу, поэтому просто удалю листочки, а при пересадке буду смотреть. Если шейка оголяется, то мы фиалочку заглубляем, то есть проводим частичное омолаживание. Если же шейка оголилась и корней очень много у фиалочки, то можно провести и омоложение, обрезать часть корней. Но тоже это тема отдельного видео. Ну, в принципе, я эту фиалочку оставлю в таком виде. Возможно, при пересадке еще слегка подкорректирую ее. Следующая фиалочка – это Полина Виардо. Моя красотка, которая долго меня радовала цветением. Вот такая у нее шикарная розетка. Не могу сказать, что она уж очень плохая. Но тоже ее пора пересаживать. Она также в феврале была пересажена. Я этот цветонос вот с последним цветочком удаляю сейчас у нее. И удалю несколько листочков. Вот этот листочек пожелтел. Его тем более надо удалять. Удаляем его. И еще несколько листочков удалим нижних. На улице выглянуло солнце. И засвечивает мне теперь левый угол. Розетка большая у фиалочки. Поэтому при пересадке, возможно, я и удалю здесь еще листочки. Но вот сейчас, посмотрите, по-моему, она очень симпатичная. Я ей удалять больше листики не буду. И хочу напоследок показать еще вот эту фиалочку. Это Фрея Спорт. Тоже она у меня долго цвела. Давно не пересаживалась. И вот сейчас опять бутончик. К сожалению, надпись у меня потерялась, когда я пересаживала. Поэтому я ее все-таки хочу пересадить, пока не поздно. И удалю ей несколько нижних листиков. Вот этот листочек удалим. Вот этот листик. Они, во-первых, светлые уже нижние листочки. Вот этот более светлый удаляю. Остался у меня там кусочек черенка. Поэтому надо обязательно удалить. Недавно я в видео видела, что можно оставлять черенок, кто-то говорил. Но я с этим не согласна. Вот этот листочек, он под листиком находится. Я его тоже удаляю. Вот этот листик, он более светлый. То есть поворачиваем его в сторону. И он отламывается легко. Посмотрим, что еще можно удалить. Ну вот здесь вот заросли какие-то у нас. Поэтому все эти листики я удаляю. Вот этот листик. Вот этот листочек находится под листиком. Его тоже надо удалить. Тем более он поломанный. У этой фиалочки плохо отламываются черенки. Но при пересадке я буду пересаживать ее сегодня или завтра. Обязательно подкорректирую. Зачищу стволик. Здесь вот когда-то, видимо, листочек у меня, может быть, был даже отломлен нечаянно. Что у меня нередко случается. Но пока я ее оставлю в таком виде. Немножко она у меня какая-то кривая. Вот этот что ли удалить еще листочек. Удалю вот этот листик. Но пока тоже оставлю в таком виде. Опять же, немножко буду корректировать, когда буду пересаживать. Но, к сожалению, пересадка у меня не была сегодня запланирована. Во-первых, очень длинное видео получится. В заключении хочу уточнить, что я очень часто формирую свои фиалки во время полива. Поэтому полив у меня всегда продолжительный. Но также во время пересадки формирую. Формирование провожу независимо от стадии развития фиалочки. И у совсем молоденьких деток формирую розетку. У таких, которые совсем недавно отделены от листочка. И вот у таких подросших деток, которые сейчас вверху на экране. У стартеров, безусловно. У взрослых фиалочек, которые на бутонах или уже отсвели. И также у цветущих фиалочек. Удаляя листочки при формировании розеток, мы только способствуем развитию фиалочек. Появлению новых молодых листиков в центре розетки. И это в дальнейшем способствует более пышному цветению. Ну и розеточки выглядят более красиво. Хочу показать свою промышленную фиалочку. Вот эту. Я ее покупала зимой. Дома она у меня, к сожалению, процвела не так, как при покупке. Вот сейчас опять на бутонах. Жду с неркепением, как зацветет в этот раз. Но розетка у нее замечательная, на мой взгляд. И хочу я обратиться к начинающим любителям фиалочек. Формируйте розетки своих фиалок, чтобы они радовали глаз не только красивыми цветами, но и формой розетки. Всего наилучшего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok